Более четырёх сотен экспонатов. У каждого своя история, свои тонкости, изготовление материала и цветовая палитра наряда. Каждый можно и нужно изучать. К каждому хочется прикоснуться. Дед Мороз – один из немногих сказочных персонажей, в силу магии которого верят и дети, и взрослые. Кажется, дотронься и желания начнут исполняться. В доме Анны Ковалёвой шансов загадывать желания сотни. Целую комнату Анна Филипповна отвела под музей. Музей Дедов Морозов и Снегурочек разных лет. Собирала, наверное, лет 15 её. В коллекции это 412, наверное, экспонатов, может быть, чуть больше, ну, где-то так, свыше 400. Они разные. Есть и ватные, и папье-маше, и фарфор, есть и из воска, даже гипс, конечно. Абсолютно в разных этих самых. Но, конечно, преимущества есть современные Дед Морозы, но их мало. Санта-Классов не собирают принципиально. Нет, ну, вообще-то, конечно, дарят иногда, но есть уже очень такие, которые не такие стандартные, как бы штампованные, а что-то такое эксклюзив, какой-то тогда может быть. Потому что это всё-таки и не наш Дед Мороз, и потом, ну, цель, как бы, у меня больше именно подставочные Дед Морозы, которые выпускались в советское время. Вот. Или же до революционной ещё. На церемонии открытия музея друзья и близкие люди Анны Ковалёвой. Многие из них помогали при создании экспозиции. В благодарность за труд настоящий живой Дед Мороз вручил сувениры. А как иначе, подарки – обязательный атрибут встречи с зимним волшебником. Я в музейном деле уже два десятка лет, и глубоко убеждён, что чем больше музеев, тем лучше. В общем-то, музеи должны быть всякими. И государственные, и вневедомственные, и школьные, и частные, и домашние в том числе. Ну, и совершенно разные, потому что кого-то интересуют картины, и эти картины – прикладное искусство. Кто-то интересуется, ну, допустим, железнодорожным транспортом. А вот здесь, я считаю, что это совершенно новое в культурной жизни Брещины. И очень необходимое. Ведь вот этот небольшой, очень уютный музейчик, он интересен всем. Дед Мороз приходит и несёт чудо. И не только дети ждут чуда, а взрослые также. А кто верит, тому и исполняется. А ещё для взрослых это такое погружение в детство, воспоминания детства хорошие. То есть, необходимый музей, потому как он, думаю, в течение круглого года, ну, нужно вот такие впечатления, соприкосновения с тем чудом рождественским, новогодним. Ознакомиться с коллекцией Дедов Морозов может любой желающий. Но стоит учесть, что экспозиция расположена в частном доме. А это значит, о своём визите хозяйку сказочной комнаты необходимо предупредить заранее. Номер телефона для связи 804-92-47. Окунуться в мир зимнего волшебства будет интересно не только детям. По словам организаторов и первых гостей, Деды Морозы советской эпохи – это приятные эмоции и для взрослых. Возможность вернуться хотя бы в мыслях в самую счастливую и беззаботную пору – детство. Продолжение следует...